Если у вас есть интересная тема и вы готовы стать героем нашего сюжета, телефонуйте на номер горячей линии 4801-15. И до других тем. Детские гульновые плясовки, припинки громадского транспорта, подъезды и лифты жилых домов, а еще автомобили, где находятся дети до 14 лет. С 27 липня уступили в законную силу дополнение декрета номер 2, который регулирует антидетоневое законодательство. За курение в забороненных местах порушальникам правила погрожает штраф до 4 базовых величин. Катерина Бенедесюк расскажет. Выбирать правильное место для курения и таким чином не доставлять неприемности у иншим людям. Но вовведение у антитетоневый декрет повинны очуть на себе абсолютно все белорусы. Какие куры, те, конечно, те, кто категоричны до тетоневого дыму. Улику опошних же хорошим от поверховиков, где у подъездах дымять без перепынку и делесвичные пляцовки пероутворились у сметники окурков. Бычки кидают. Есть кто аккуратно курит, там и окно проверит после себя. А так, ну, плохо в подъездах. Особливое обурение до порушальника у режиму без тетоню и дыму выказывают процедуники семьям с детьми. Курят, наплюют, нахаркают. Там же все и бычки, и весь этот мусор, все после себя остается. Отвратительный вид, конечно. Как с ними бороться? Если бы я, допустим, кого-то поймал, что вот я иду по ступенькам, посидит человек курить, я бы ему, конечно, ну, высказала свое мнение, что и дети маленькие, и все это в квартиры тянет с коридора, но как бы все равно запах есть. Но все дело в том, что не пойман, как не вор. До слова ранее, такими порушальниками займались и супрацовники ЖЭСАУ. Так, с початку года до отказности были притягнуты 242 же хора в области. Тяпер же хромадянами, які гребуют антитутуневыми правилами, займаются правоохолцы. Чтобы побороться с курящим соседом в подъезде, жильцу дома достаточно обратиться в органы внутренних дел по телефону 102, либо с письменным заявлением. А также предоставить фото-видео доказательства того, что именно это ваш сосед курит в подъезде, чтобы в дальнейшем его можно было привлечь к административной ответственности. Гэта агульные правила протягнения до отказности злостных курильщиков. Але есть у городе и становчие приклады. Домы, где причин для скарга у наконт курения у подъездах, у соседей у няма. У нас, конечно, старенький дом, но мы можем похвастаться тем, что у нас очень чисто, у нас не пьют, не курят. У нас достаточно очень приятные люди, живут, конечно, это более пожилые люди, но тем не менее, благодаря им у нас подъезды чистые, аккуратные. До слова, новые антитутуневые потребования тычутся не только подъезда у домов. Целком заборонено курить у лифтах, на дитячих гульнявых пляцовках и у автомобилях, у которых присутничают дети в возрасте до 14-ти год. Натурально заборону дейничает на станциях метро и при пынках громадского транспорта. Я отрицательно отношусь вообще к куриву. Но неприятно, кто-то курит, например, у меня сердце влетает, я не хочу дышать этим дымом. Посприять створению бездымного сяродя згодно поправок призвано и створение специальных зон для курения на объектах таких, как предприемства, организации охоты здоровья, физической культуры и спорта, громадского харчевания, у темлику и на летних пляцовках. А еще на ауто- и чугуночных вокзалах и у аэропортах уносит другий декрет и еще несколько обмежаванья. Запрещена продажа электронных систем курения лицам до 18 лет. Запрещена реклама, а также продажа через интернет электронных систем курения и их составляющих. Запрещена выкладка в витринах данной продукции. Вогле у Гродянской области, подаденных социологичных опытаний, у курить 25,6% дорослого насельництва. Специалисты отзначают и становчую тенденцию. Этот процент у регионе поступово снижается. И одна из главных задач другого декрета – замыцовать агульную тенденцию до понижения. Как огучено до 2020 года, треба снизить этот процент еще как минимум на один пункт. Что, как подтверждают медики, значно поуплывая на статистику захворывания у громадян на дне инфекционных патологий. А это значит на здоровье кожных и без выключения жахара региона и краины.